В России отмечается высокий уровень заболеваемости и смертности от колоректального рака. Что касается Ненецкого округа, то здесь рак толстой кишки занимает третье место среди мужского населения и первое место у женщин. Как предупредить болезнь, а также о способах лечения, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Все силы эндоскопического сообщества направлены на то, чтобы выявить рак на ранней стадии, а также предобухолевых состояний. Рак толстой кишки – это тот тип заболевания, который развивается из доброкачественных образований достаточно длительно. Предупредить болезнь поможет именно скрининговая колоноскопия. Проходит она у нас без наркоза, при особом пожелании или страхе пациента. Можно, конечно, организовать это и под наркозом, но это немного сложно пока в наших условиях, потому что в данном кабинете у нас нет пока подвода кислорода. Но в целом сейчас техника колоноскопии изменилась, поэтому не очень болезненно проходит. По времени тоже в зависимости от подготовки пациента, во-первых, и во-вторых, от того, что у него находится на колоноскопии. Это может занимать от 30 минут, ну, где-то до часа. Колоноскопия проводится только в том случае, если есть положительный тест на скрытую кровь. Проведение этого теста обязательно показано людям, достигшим 40-летнего возраста. Также, если есть генетическая предрасположенность, то есть кто-либо из родственников болел раком толстой кишки, необходимо проводить колоноскопию в целях профилактики, не дожидаясь 40 лет. Лечение раковых образований – это, конечно, прерогатива онкологических клиник. Если это крупное уже образование, то, естественно, там выполняются большие операции по иссечению объема кишки в зависимости от пораженного участка опухолью. Если же это небольшое онкологическое образование на первой стадии, рак инситу, то возможно его эндоскопическое удаление. То есть, либо прямо во время операции, но чаще всего все-таки это в стационарных условиях делается, потому что необходимо дообследование. И из просвета кишки возможно удалить эту опухоль, скажем так, не заходя в живот. Как подготовиться к колоноскопии, чтобы специалисты смогли точно увидеть картину пациента? Необходимо точно придерживаться диеты, а также принимать препараты, которые пропишет врач. Если нарушать диету, выпить неполный объем раствора, то подготовка, соответственно, ухудшается. И, во-первых, удлиняется сама процедура, потому что приходится тратить время на отмывание головых масс на стенах кишки. Ну и, во-вторых, можно что-то пропустить, потому что зачастую большим количеством жидкости или клетчаткой, бывает, закрываются мелкие образования в кишке. В прошлом году в Наринмар приезжал онкопатруль. 13 ведущих врачей-онкологов проводили профилактические осмотры и мастер-классы для врачей Ненецкой окружной больницы. Провели несколько операций вместе с эндоскопистом, который приезжал в составе онкопатруля. Поэтому, я считаю, да, это было очень ценное знакомство. Ну, в общем-то, мы и так до этого уже осваивали новую технику выполнения клоноскопии. Но Александр Сергеевич, который приезжал в Далиев, он нам, в общем-то, еще показал дополнительные приемы, которые можно применять при клоноскопии. И сейчас мы их тоже стараемся активно все использовать. С 16 по 18 марта в Наринмаре онкологи из Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина проведут приемы пациентов по заранее сформированным спискам, а также мастер-классы, лекции и доклады для местных врачей. Будут организованы телемедицинские консультации с главным центром по ВКС. Наталья Дуркина, Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север.